я помню обещала вам рассказать историю про шри-ланку почему зачем я туда ездила я продала кафе наконец-то вот открестилась и от этого бизнеса так как у меня в этом бизнесе был еще местный партнер обязательно расскажу вам чтобы не дай бог если кто приедет не связывались с этими людьми потому что не только меня он обманул его женщина которая русская она из питера екатерина карзова вот она прям у них свой бизнес у них экскурсии и плюс еще вилла который мы тоже часто останавливались они очень обманывают свои своих гостей очень часто обманывают и если кто-то с ними собирается делать бизнес они тоже прям очень сильно мы не одни попались на эту в общем 2017 году было дело когда я приехал на шри-ланку и познакомилась с катей я познакомилась еще в пятнадцатом году мы прям подружились прям все замечательно все хорошо и они обманным путем нам сказали вот там у нас есть земля вы можете купить но если вы хотите делать бизнес типа только с местным чуваком нужно и вот индия как раз таки местный ланкийский серфмен бич бой как это называют вошел в эту компанию сожалению очень много крови попил за все это время я вам сделаю скрины обязательно их страниц чтобы если вы когда-либо поехали на шри-ланку никогда не останавливались у них и никогда не велись на их какие-то уговоры разговоры и так далее потому что за прошлом году они еще ребят кинули вру не в позапрошлом вот за год до пандемии короче они открылись практически вместе с нами тоже инди участвовал как местный ланкийец а потом когда сезон закончился и типа нужно было продлевать аренду а там уже все они вложили деньги все сделали но они там не они в аренду взяли они купили как мы вот и получилось так то что индик говорился с местным чуваком он не стал им продлевать аренду и продолжил брать аренду индия то есть и все что ребята вложили в ремонт вообще во все полностью все это осталось ему к сожалению тоже они конечно попали но не так попали потому мы попали гораздо жестче но ладно что бог не делает все к лучшему это был большой урок вот это я понимаю завтрак я так скучала по ланкийским завтракам мой любимый дал вкусные кокосовые блинчики вишенка и чай и бутербродики это какая-то лапшичка я забыл как она называется ну все я заселилась это второе место где один 9 лет назад остановилась на шри-ланке первый раз такой у меня номер кстати тот же самый номер которым я тогда останавливалась класс привет это кто у меня сзади такой модный красивый ей да то что за девочка такая очень красивая и модная любимая такая довольна что с мамой выехала в гости едем к подружкам к нашу книжку дать не хочешь качаться коко кокос мама в какой слышат ой 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 что это такое моя девочка что там дядя там дядя люди пойдем поздороваемся хочешь нет единственный кайф который я принесла для малышки это фрукты манга правда не очень вкусные потому что не сезон а вот маракушку прям вообще я выбирала самую такую мяту как обычно потому что чем более вот в таком вот она состоянии тем значит она более сладкая и ароматная так оно и случилось очень вкусно и мелко очень понравилось